Прочитал интересную статью, ну или рассказ, женщина пишет, что пришла на собрание к сыну и его стали хвалить, что он хорошо читает и любит книги. После собрания родители подошли к ней и стали просить открыть ее секрет, как заставить ребенка полюбить книги и как его заставить полюбить читать. Но удивилась, говорит, ну вот мы просто все читаем и ребенок смотрит на нас и тоже так делает. Родители других говорят, ну да, это понятно, у нас вот тоже весь дом книгами забить, но он почему-то не любит. И я вспомнил сразу про своего племянника. Вот что делает он? Он что видит, то и делает. Здесь, значит, идет разница между словом и делом. Что ты делаешь и что ты говоришь. Ребенка это абсолютно две разные вещи. Когда ты ему говоришь, это надо делать, но сам не делаешь, он не будет это делать. Например, я начинаю приседать, отжиматься, делаю зарядку, он тут же включается и начинает вместе со мной это делать. Я подметаю пол, он начинает мне помогать. Бабушка закапывает в глаза, он потом ищет какой-нибудь пузырек и тоже начинает себе изображать, закапывая в глаза. Итак, если я ему буду говорить, делай зарядку, а сам буду в это время сидеть на диване и смотреть телевизор, то он просто сядет рядом со мной и будет смотреть телевизор. Поэтому, вот уже во взрослом возрасте для себя я понял, что делать и говорить, это иногда может быть два разных дела. Можно, конечно, сказать и делать это, а можно просто говорить и не делать это. Как я для себя использовал вот это открытие? Я заметил, что хочу давно уже делать комплекс упражнений один, но он где-то на 50 минут. Вот я обычно встаю, начинаю там 5, 10, 15 минут делаю, потом думаю, ну ладно, все, на сегодня достаточно. Но я хочу это делать. Думаю, как же мне вот сделать вот как раз вот это вот, чтобы не слово было, а дело, картинка, образец подражания. И я нашел в интернете этот комплекс упражнений, скачал его на компьютер, и теперь я его включаю и начинаю за ведущим 50 минут повторять этот комплекс. Слово соединилось с делом. Посмотрите, и в вашей жизни наверняка есть что-то, о чем вы говорите, что надо, но не делаете. А что-то делаете и абсолютно не думаете о том, что надо об этом кому-то чего-то говорить. Посмотрите, что нужно перевести в категорию делать из категории просто пустого говорения.